Цитата из советской классики. Прибыли в Дебальцево. К нашим вагонам так и рванулись толпа женщин. Плачь, вопли, глядите, мол, что с нами сделали. Действительно, картина отвратительная. В поселке, в домах разбиты окна, на снегу лужи крови, мозги. В пожарном сарае лежат 20 изуродованных трупов. Мы их в этот же день и похоронили с отданием воинских почестей. Тут же на могиле многие поклялись отомстить. И до 100 человек, родственники убитых, свидетели расправы, записалось в отряд добровольцами. Это отрывок из рассказа Алексея Толстого «Морозная ночь», написанного в 1918 году. Трудно сказать, что больше шокирует жуткие подробности описания или повторения истории. Сто лет спустя Дебальцево снова после ожесточенных боев попало в руки сил подконтрольных Москве. Важнейший железнодорожный узел захвачен сепаратистами. В курсе военно-политического дела. Мария Гордон. Мария, здравствуйте. Должен сказать, что вы были абсолютно правы, когда предположили неделю назад, что минские соглашения вызовут еще более ожесточенные бои и новые жертвы в Дебальцеве. Минувшие 7 дней показали, что настоящее перемирие так и не наступило. Но это очевидный достаточный вывод. А на что вы еще обратили внимание? Владимир, в глаза бросается положение, в общем-то, нормальное для любого театра военных действий. Колоссальное количество дезинформации с обеих сторон. Тут и пропагандистские вбросы, и пресловутый информационный туман, и преуменьшение потерь, и преувеличение успехов. Сейчас важно понять, что будет происходить с, как теперь принято выражаться, имплементацией минских договоренностей. Украина в среду вечером обратилась к ООН и Евросоюзу с просьбой о миротворческом контингенте. И вот что ответил еврокомиссар Йоханнес Хан. Надо сфокусироваться на минских соглашениях. И цитата. Не стоит спекулировать на тему других возможностей. Проще представители Евросоюза, как заклинание, твердят то же самое. Президент Франции Франсуа Оланд во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, они хором сказали, что если кто-то не будет соблюдать минские договоренности, то против тех будут применены санкции. Конкретно против кого не было сказано. При этом Франсуа Оланд заявил, что у него лично нет доказательств наличия российских танков на востоке Украины. А Ангела Меркель добавила, что европейский миропорядок хотелось бы строить вместе с Россией, а не против нее. Она также сказала, что территориальная целостность Украины превыше всего. На фоне того, что по данным НАТО и украинского генштаба, российские танки продолжают идти в Донбасс, и от Украины только что откусили важнейшую транспортную развязку, все это звучит издевательски. Хотела бы привести еще одну европейскую цитату, Мария. Английское выражение. Кому нужны враги, когда есть такие друзья? Совершенно верно. Кто кому друг или враг в современной геополитической игре сказать трудно. Много воды утекло с той поры, когда СССР держал в узде восточную Европу, пользуясь при этом поддержкой прогрессивного человечества в Африке и Индокитае, в то время как прогнивший западный империализм строил свои коварные козни. Сейчас картина гораздо пестрее. Ось российской дружбы странным образом нанизывает на себя как откровенных изгоев, вроде Северной Кореи, так и респектабельных представителей Старой Европы. Кому нужен газ, кому рынок сбыта, кто просто не любит Америку, а кто откровенно пользуется ситуацией, как старый мудрый Китай. Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, с одной стороны, пример неудачи политики Путина, который старательно вносит раскол в Европу, а с другой стороны, катализирует этот раскол. Ведь санкции – это больно. Все чаще и чаще в Европе кричат о том, что вводить санкции – значит стрелять себе по ногам. Вот и Ангела Меркель, за которой стоят столпы немецкого бизнеса, активно бьется за мир на Украине любой ценой. Эти похвальные усилия не имеют никакого отношения к интересам Украины. При этом Россия усиленно дружит с Венгрией. Не случайно в прошедший вторник сторонник российской идеи нелиберальной демократии Виктор Орбан пригласил президента Путина в Старую Европу. Впервые после того, как Россия была избранной с Большой Восьмерки. В ходе визита было подписано пять двусторонних соглашений, экономически выгодных для Венгрии. Но гармония с Москвой просматривается в другом. Орбан пытается дестабилизировать соседние страны, подстрекая венгерские меньшинства. С 2012 года он предоставил им паспорта и право голоса. Очень существенно вспомнить о том, что год назад он предупредил Украину, что цитата «Венгры восточных Карпат достойны двойного гражданства, прав и автономии». Конец цитаты. Очень интересная ситуация, кстати, сложилась и в Греции. Ее правительство не скрывает, что от Москвы поступают предложения об оказании материальной помощи. Торг уместен, и эта игра вызывает сильное раздражение в руководстве ЕС. Новый лидер Греции Алексис Ципрос и венгер Виктор Орбан оказались на линии разлома, который Владимир Путин хотел бы расширить, чтобы все-таки добиться желанного результата. К этому фронту может присоединиться Италия из-за энергетических интересов. Чисто исторически отшатываются от России Польши и страны Балтии. Традиционно жестко выступает Англия, которая всегда рада противопоставить себя континенту. Германия с Францией, как мы видим, держится посередине. Антироссийские настроения в Европе на какое-то время укрепились после гибели пассажирского самолета малазийских авиалиний. Именно тогда произошло наращивание санкций. Но теперь наблюдается откат. И так называемая имплементация минских соглашений – только повод. Владимир? Мария, ну а как вам турецкий гамбит? Я имею в виду сообщение о том, что член НАТО Турция решила не интегрировать свою систему противоракетной обороны в НАТОвскую. О чем это говорит? Что они хотят строить собственную систему обороны? Ну я бы сказала, это не турецкий гамбит, а турецкий кульбит. Это сенсационная новость. Турция действительно пытается отдалиться от западных структур, в том числе и военных. Если взять еще и экономический проект с России, газопровод через Турцию, то можно сказать, что Анкара занимает все более антизападную позицию. На это у нее есть собственные причины. Но нельзя не вспомнить о том, что Владимир Путин назвал турецкого президента Таипа Эрдогана крепким мужиком. Вот он, Эрдоган и Орбан – это три крепких мужика, три веселых друга. Как говорится, скажи мне, кто твой друг? Вот уж действительно. Спасибо большое, Мария.